Всем привет, меня зовут Олег, вы на канале Random Game, и мы продолжаем проходить игру Assassin's Creed Valhalla. Так, остались мы на задании и утраченная слава, встретить Хальфдена в Королевском дворце. Короче, мы только, получается, закончили эти задания, и нас почему-то отправили обратно. Нам же было мало, мы же не наигрались. У нас помимо этого еще здесь задание где-то висит, блядь, я взял. Где-то, короче, короче, где-то здесь. И нас, короче, еще вдобавок отправили обратно в Йорвик на какой-то хер, я там уже все выполнил. Мне говорят, иди опять в Хальфден, я даже не успел оттуда уйти, блядь. Мне говорят, иди обратно, ну пойдем обратно, блядь, заебало. Интересно, как он себя чувствует? Как он себя чувствует, серьезно? Ты ушел от него два дня назад, что думаешь изменил за это время, дохуя? Ну, конечно, изменилось, иначе бы нас сюда не отправляли, правильно. А где его искать-то? Встретки Хальфдена. А! Ну да, у трона. Но у трона нет никого. Ну и че? Мойра, что здесь случилось? Горе на Ртумбрии. Дело в Хальфдене? Ему стало хуже? Его сердце разбито. Он на себя не похож. Рядом нет ни братьев, ни Фаравида. И его обуяли тревога и печаль. Я поговорю с ним. Где он сейчас? Блуждает по полям Пикеринги со своим верным Беонтоном. Найду его. Спасибо, Мойра. Так, может, стоило брата сюда позвать, блядь, и не меня? Я-то тут на кой хер сдался? Пиздец, моральная поддержка. Вот делать больше нечего. Ну да, 1600 почему нет, нахуй? Заебало. А, ну да, конечно, пэхи нет рядом. Ну, почему бы нет? Классно же, классно. Это же классно, ебатер. Давай прогуляемся. Мы же тут мало побегали в предыдущих сериях. Давай еще побегаем. Отвратная хуйня. Вообще уже достала. Ой, блядь. Хоть какой-нибудь тренер поставить на момент, как, телепортироваться к точке выстрела. Хуй, его знает. К точке, телепортироваться к точке. Че-то такое же есть там. Я уже устал бегать, серьезно, по этой карте банты. Этот Йорвик засраный. В нем тпхи вообще нет. Он, сука, здоровый. Вот смотри, какой он. А тпх-то кого? Вот тпх. Вот смотри, вот если меня сюда скажут идти, у меня нет тпхи. У меня либо отсюда, либо отсюда. И постоянно вот так говорят. Иди вот сюда. Или иди вот сюда. Или иди, блядь, вот сюда, между тпхами. Или иди сюда, нахуй, между тпхами. Но никогда не вот так вот, нахуй, поближе к ней. Не вот так вот, поближе к ней. Всегда вот, всегда вот ровно посередке, блядь. Чтоб ты прогулялся. Вот это было сделано, чтоб ты прогулялся. Я клянусь, это так было задумано, блядь. По-уродски. Заткнись, нахуй, я не понимаю, по-твоему, тарабарском. Чтобы мы просто гуляли, сделано это всё и всё. Больше вот... Ну, у меня просто нет больше идей, на кой хуй это так сделано. Вот прямо ровно посерединке. Вспомни, вот предыдущие серии. Все задания были ровно посерединке между тпхами. Все, блядь, до единого. Ну, что за говно? А нахуй я плыву на этой лодке, блядь? Чтобы меня убили, нахуй, короче, эту хуйню. Отъебись, нахуй, от меня. Я пошёл. Буду я сейчас, блядь, опускать парус, проплывать под мостик. Он, знаешь, как медленно под этим мостиком будет плыть. Только с этим опущенным, блядь, парусом. Это такая отвратная хрень. Я быстрее на лошадь доеду. Давай, ёб твою, кустарник какой-то. Ой, блядь. Серьёзно, я уже устал. Мне вот эти вот лишние миссии вообще, вот просто нахуй не уперлись. Мне вот прям вообще неинтересно. Вот я ему помог, всё, заключил. Мир, что нахуй надо-то отмечать? Чё ты доебался? Я тебе чё, блядь, жена твоя, брат твой, родственник какой-то. Чё ты доебался? Чё ты мне пишешь-то постоянно? Отстань нахуй от меня. Разбирайся сам. Вон, брат, у тебя убы есть. Пиши убы. Пусть приезжает тебя там. Успокаивает, блядь, заебал. Чё за детский сад? Не братов, не братьев, не пары видов. А холь ты его убил-то, еблан, сам же убил. Где этот олень? Здорового, короля ныти-ка не видели. А, вон он. Ни славы, ни надежды. Вставай, Хальфден. Мы возвращаемся в Йорвик. Встань, король. Не гоже тебе сидеть и жалеть себя. Ты занял престол ценой многих жизней. Идём. Мой брат Ивар. Он умер как воин. Он погиб в бо... А, я понял, короче. Я... Ну, да. Короче, когда мы до этого проходили вот эти все задания здесь, предполагалось, как бы, что Ивар ещё жив. Типа, ну, потому что он даже о нём не вспомнил, что я его убил, там, что-то типа того. А вот сейчас, типа, уже, как бы, я должен был в другом порядке проходить эти задания. Ну, убедите, нахуй. Ну, да, убил. Я чё... Уба знал. Разве он не... Уходи! Нет. Я пришёл, чтобы привезти тебя домой. Вставай! Я потерял свой молот. Может, Беантен его унёс, но я... Я не... Я не здоров, Эйвор. Найду твой молот. И после ты пойдёшь со мной. Я собирался в Скарборо. Если найдёшь мой молот, принеси его туда. А, нет, ну, типа... Не говорил, ебать. Так ты не спрашивал, у меня, в принципе, и вариантов такого даже не было, типа, рассказать. Все претензии к Уббе. Какой-то, блядь, молот ещё найти. Что за бред? 300 метров, чтобы, блядь, скин молот какой-то найти. Вообще, беспонтовое задание. Я не... Ну, просто извините, но я не вижу смысла в этих заданиях. Они абсолютно... Ну, прям... Ну, и вообще ни о чём. Вот зачем, вот зачем вот это вот задание принести говняный чей-то там молот? Вот на кой хуй оно нужно, это задание? Какое вообще, вот, блядь, смысл оно за собой несёт? Я просто этого не понимаю. Это абсолютно ненужная херь. Вот прям напрочь. Игра... Вот, сука, смотри. Смотри. 100 сучьих 8 часов. И после этого разработчики думают, что этого ещё мало. Что нужно ещё какое-нибудь говняное, абсолютно ненужное задание добавить, да? Это... Какие, нахуй, отбитые... Отбитые мозги надо, нахуй, иметь, чтобы такую херню делать. После 100 часов игры делать... Продолжать делать абсолютно ненужное задание. Что тут ещё можно, блядь, растянуть, нахуй? Куда больше-то? Лети, Сюнин. Я просто серьёзно... Я не люблю такие задания. Они, блядь, просто ненужные. Были бы эти задания ещё где-то на 50 часах игры, я бы слова не сказал. Но когда это идёт одна и та же херь на протяжении 100 часов, это просто, нахуй, убивает меня, мою психику. Кого, кто, что? Я не слушаю тебя вообще напрочь. Чё, волки? Волки охраняют мод. Ну да, холь, это же логично, пиздец. Волки охраняют мод. Почему бы нет? На кой хуй волкам охранять мод? Да не важно, они просто его охраняют. Вот как делалась эта миссия, блядская. Да пололка, холь. Не надо добивания своих говняных в жопу их все засуни. Я не хочу на это смотреть. Я не буду драться с тобой, нахуй. Он опять тебя добивать начнёт. Я не хочу на это смотреть. Пошёл, нахуй. Хмельдену нужен молот. Это большой молот, да? Как эта сараная псина его унесла? 900 метров. Ну да, что нет, ты ебать. Ну хоть на войну, спасибо. Хоть раз в жизни, блядь, на топоху. Хоть раз в жизни на топоху меня отправили. А как эта псина его унесла-то туда, нихуясь? Ха-ха-ха-ха. Хоё, бред. А где он? А, он внизу. А, ну отлично. Прям хорошо. Сейчас прыгнет отсюда, и всё. Это неметательный молот, Хальфдон. Не забывай об этом. Его подарил мне отец Рагнар, когда он убил вождя финнов. Помню, как я взял молот теплый от крови. Мне было 14. Рагнар Латброк был великим конунгом. Моя мать умерла от стрелы Фина. Она была девой щита, яростной, как сам волк Фенрир. Отец поклялся убить тех, кто отнял ее жизнь. И победил. Один против многих. Но то было давно и на востоке. Здесь, на западе, мой отец умер. И его кости лежат в яме со змеями. Но его подвиги до сих пор у нас на устах. Как погиб мой брат? Я его пару раз кинул с горы. Как подобает воина твоего брата постигла смерть труса. Ну нет, ну почему труса-то? Трус это когда боится, убегает там в спину получать. Нет, почему как воин он дрался. С топором в руке, ожидая дев, что забирают павших. Теперь он, как и отец, пьет мед вальгалы. И ждет войны в конце времен. Бионтон, мальчик! Иди сюда! Собаки не держат зла. Но тебя ждут дома. Ты нужен всей Нортумбрии. Что-то он, походу, уже и не хочет. Зажги маяк, чтобы видели все. Пусть горит. Ой, бля. Зачем? Что-то, походу, он уже кони собрался двинуть. А почему Ивар, ой, Иварауба не сказал, ну, типа, не написал Хальдену, что его брат погиб там, что я его убил, на похороны там не позвал или что? В итоге-то я, короче, не остался. Что-то я далеко, да, залез? Ты что делаешь, что-то? Открой. Подожди, я не помню. Нет, не сюда. Я не помню. А вот. Лошадь позвал. Так, что, все, к нему вернуться? Что-то ничего не показывает. Спасибо. Я всегда буду тебе рад. Что, все, что... Прикалываешься? Прямо серьезно, все? Че, угораешь? Серьезно все? Пиздец, задание вообще прям занимательное. Очень занимательно. Пойдем. Наконец-то, пойдем дальше. А тут я, кстати, не помню, в чем смысл здесь. Бля, я не помню. Так. Так, поговорите с Гунаром на западе Глостершира. Он находится у места, где река Эйвен впадает в Темзу, в западной части города. Так. А, во. Так, я понял. Поговорить. А кто это такой-то и на кой хер? Че им надо от меня? Я не помню уже. Я давно играл, честно скажу. Наверное, больше полу-недели прошло. Я просто не помню, что от меня хотят здесь. А, все, бля, вспомнил. Этот, как его? Ммм, сука. Кузнец, кузнец ищет жену. Точно. Точно, я вспомнил. Неожиданно. Так, вижу какой-то говеный ключ там. Терпеть их не могу. Точно. Жену, короче, надо, как бы, типа, поприсутствовать, придать важности этому кузнецу, чтобы он нашел себе жену. А попутно как-то с кем-то завязать мир, чтобы, блядь, это вообще возможно. Как это вяжется между собой, неясно. Ага. 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 Как ты нашел женщину в такой глуши? Она торговала рунами в поселении, сияла ярче своих товаров и как-то раз предложила мне руну в обмен на брошь. Руна была крашен, но ей уродливая штучка по душе. У тебя есть родня, Бригитта? Мать Бригитты была верховной жрицей, а отец Элдерменом. Они умерли, и растил ее новый Элдермен. Я хочу познакомиться с ним. А, вот как заключить, да, ну я понял. Союз выкованный в пламени любви. Пойдем. И не вини меня в том, что он слышал кое-что про тебя. А ты, Бриг? Что-то про Эйвара она сказала, я слышал. Как ты с ней разговариваешь? Она вообще на каком-то рыбарском базаре, я что-то понять не могу. Слышу что-нибудь о моих похождениях. И не от меня одного. Скальды будут петь, и тебе еще долгие годы. О местных мерсийцев не беспокоят викинги под боком. Они сходятся сюда на празднование Самайна. Большинство веселится, а не думает о нас. Самайна. Бля, красиво у них домики. Смотри, как у этих у Хоббитов, блядь, Волоселин колец. Смотри, красота какая, милота. Класс. Классно, смотри, прикольно же. Возьмем парочку с собой. А, точно, еще же какой-то праздник Самайна. Типа, типа Хэллоуина что-то, да? А может, я ошибаюсь, хирургий. А вот и Элдермен, Кинан! Он славный правитель, заботится о своих людях. Обязательно поговорю с ним позже. Я бы так уверенно не говорил. Рука липкая, как дохлая рыба. Но парень хороший. Станет Элдерменом после Кинана. Теудор, познакомься. Эйвор. А, да. По рассказам Гуннера я ожидал... Что я прилечу на крылатом коне, исцелю хворых. Похвалы Гуннера порой чрезмерны. А, еще язычники за нашим столом. Чудно. Зачем ты здесь? Чё-то не устраивает? Я тебя чем-то задел? Я тут лишь ради свадьбы. Там, откуда я родом, от дружбы не отказываются. К чему христианам дружить с Данами? По их вине в Мерсии правят ложные короли. Я здесь как друг Гуннера. Ты не собирался наживать тут врагов. Так что не дерзи. Яблоки! Эйвор, попробуй местный Сидор. Тебе он нравится, да, Теудор? Сидор! Ты ведь, Эйвор, успел к моему последнему самойну. Теудор, ты приветил почетного гостя? Ты наказал привечать всех язычников, что вторгаются в Глостер. Так. Слушай приказ короля урожая. Хватит кривиться. Начинай веселиться. Что, захотелось познакомиться с семьей Бригитты, пока она не стала женой кузнеца? Мы с радостью примем ее в клан. Но здешние виды превзойти будет сложно. В эту пору я не расстаюсь и с ней, и с землей. Но Гуннер славный малый. И о тебе говорит хорошо. С твоего позволения. Меня, увы, ждут дела. А, да, святилище. Но на пути столько лихих людей и зверья. Вдруг с тобой что случится? Да, я не пойду его провожать. Не надо. Мне ни к чему помощь язычников. Согласен. Вдруг этот отважный юноша падет, так и не успев вкусить сидра и нежных девичьих прелестей. Клянусь, я не успокоюсь, пока не верну его тебе в целости. Да, Телдор? Все ясно. Но чтобы Дан молился святому Кенельму, бог ужаснется. Эйвор, любимый уже зовет меня. Если хочешь, приходи к нам вечером. Повеселимся. Иди. Надеюсь, вы подружитесь. Берегитесь фей, альвов и духов. А мне нужно проследить за церемонией, дать напутствие под мастерью и забить свинью. Они оба какие-то странные. Вот это слишком охуевший, но он хотя бы не скрывает то, что ему не нравится там. А тут прям через чур. Не знаю, слишком добрый. Я ему не верю. Я ему не верю. Либо он действительно такой наивный и добренький, либо он пиздит. А вот этот, а вот этот, наоборот, честно, он показывает, что ну как бы он не в восторге от Данов здесь. Как стану элдерменом, покончу с этим. Костры, колдовство, какие-то духи. Глостершир сбился с божьего пути. Людям нужно веселье. Скоро уже зимние морозы. А праздник это радость и тепло. Господь с нами и в хладные ночи, но детям зимой тяжко. Когда видишь, как они веселятся, на сердце легче. Тут есть священники? Те, кого я встречал, редко были мне по нраву. Здесь никто не борется с богохульством. И один только я могу дать ему отпор. Этому стаду нужен пастырь. И как же ты приведешь их к спасению? Через церковь. Мы отриним идолов из дерева и глины. Восхвалим Господа за его дары. Но мы ведь идем молиться какому-то идолу. Разве этот святой Кенельм твой бог? Нет, и мы не зовем его так. Но Господь прислушивается к нему. Под кустом, в чистом поле, сложил голову Кенельм, королевский сын. Прекрасен этот край, верно, Эйбор? Да. Смотри. Не, ну город он некрасивый. Так что в твоей помощи нет нужды. Ты добрее, чем кажешься с виду. И от меня ты не избавишься. Я обещал Кенену вернуть тебя в целом. Да, я в том. Почему я нажимаю, не на то? Да говори с ним. Странные у вас молитвы. Я славлю Одину стоя. К чему пачкать колени? Чтобы проявить смирение. А колени я пачкал и за меньшим. А вот это звучит куда интереснее. Тише, Эйвор. Да. Я смогу защитить тебя, не мешая молитве. Но все равно мешаешь. Что ты там такого увидел? Зайца? Теудор, беги скорее. давай спрячься откуда они тут чё хуё такой ужас эйвэр спасибо ты спас мне жизнь хорошо что я оказался рядом может кинэн и впрямь видит грядущее господи да их сам люцифер послал этому краю нужна божья благодать скорее они жили рядом со светилищем слава господу за спасение здесь опасно эйвэр дай мне помолиться я прошу лишь этого нам пора в глостершир или хочешь поблагодарить мученика за сегодняшний пир я не ребенок которого нужно всего защищать иди без меня я обещал да да я помню и когда увижу кинана скажу что ты спас меня от клыков этих демонов эйвэра знаешь если хочешь я угощу тебя чем-нибудь встретимся на празднике я вообще не понимаю вроде как ему он как бы не в восторге от данных чем не угощать собрался по всего его спас типа он все кори жданов сразу резко стал да залезьте на ней да ёб твою мать да куда ты так запрыгнул то дурак что ли как он с ней общается на каком языке на бабула барабанит и какие приключения тебя поджидали я сопроводил теодора к одному из святилищ христиан по пути на нас напали кабаны од подпас на юси соф 3 но ты спасла его уверен вы вдвое сама ты спасла просто прекрасны я ожидал кинону слова сопляк теодор жив и даже цел эйвор я думал что ты хорошенько отмутузишь парнишку гуннер я заключаю союзы по всей англии видал людей похуже теодора мне нужно выпить попробуй сидра из прошлогодних яблок сколь 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 вы пригласили меня на праздник расскажите чего мне ждать а она францужинка что ли а если ты оденешься как дух дадут и тебе и все даром я видал такое лишь на пирах мы превратим тебя в чудище и отправим на поиски сластей и ул а это этот но как его блять хэллоуин выглядит не очень плащи пара косточек глупости ты будто дух мари луит ну что пора за дело она францужинка да и лошади что поет за пирог и она главное понимать че я говорю но говорит отвечать на своим тарабарском то есть она знает наш язык чок я никому не стану даже под угрозой смерти стучите с двери сладости или гадость детский сад если я буду там один так одет я тебя проучу а куда идти в какие нахуй двери то стучатся а вон где фонари горят а не конфеты а не конфеты а не конфеты или руку отрежу дом в ночи где ни свечи завяза так тонка а вот бы мне сейчас получишь пинка в дверь стучись кручись верчись жду глотка вот бы мне сейчас не получить пинка ну прям прикольно ты притворяешься духом обмена? а какой тех духов со зрением? щели в маски слишком узкие маски и пирогов хватило чтобы сделать из тебя нежного скальдо добрый слава богам всю ночь ждем когда придут дети чтобы отдать им сладости и начать уже праздновать на вот держи я че похож на ребенка ну да перерос хули а вон еще вижу мы собрались и пугают малышей сложим стихи в честь Мари Луид ночью рыщет что-то ищет носит ткань простую аааа знайте люди худо будет это Мари Луид аааа ходит в двери все стучится запах сладкий чует знайте люди худо будет это Мари Луид что ж складно ясеный хрен вот это пироги слаще меда гонор попробуй сам гонор пироги где он? что ты видишь Сюнин? я вижу какой-то ключ гонор что это за ключ вот же предатель а а от этой двери а зачем записка один из маленьких людей попросил меня сделать дверь поменьше чтобы отвадить буйных гостей после того случая с друидом прошлой осенью я его помню что-то непонятно что это такое вообще да 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 на кохеру ради вот этого чемоданчика серьезно ну да бред хм 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 что подраться? не знаю не знаю бесстрашен ты или глуп раз говоришь так с воином из клана ворона достойное название для падальщиков крылатые крысы я вырву твои глаза и скормлю твоему богу гонор мы в гостях пусть идет поищем еще сладостей что это мы daar тебе что твой нос не дорог сейчас я его сломаю креп 2000 our твой reset е ж м пацан не ну это не честно как бы чем его вдвоем то месяц да почему у меня нет такой атаки чё охуел да чё за бред ну конечно одними блять красными атаками атаковать чего нет то приемами одними хуярит по мне жаба рыжая это сука в жуме нет таких приемов все потасовки по ту сторону реки тут играют дети ты мне не указ ведьма я помогла тебе появиться на свет смывая из тебя кровь матери придержи язык покажи ко мне ногу это пустяк осторожнее со стариком он и так весь изранен тилок из мантрон за гумпаста патсислан спасибо за помощь сама и мужчины пьют без меры но боюсь когда теодор станет элдерменом хрупкому миру придет конец дина фол регала сапой сел пуэр тебя назвали ведьмой я возглавляю в глостер шире тех кто чтит старые обычаи но готовы лечить людей по обе стороны реки гвенит милая принеси чесночную массе с дома и червей мама мы чистим или отрезаем да захвати червей беги дитя обещаю ничего не отрезать без тебя храни меня эйр храни меня эйр я рад что вас смешит моя смертельная рана иди эйвор веселись и о теодоре не забудь мадрана можешь не лечить ему ногу я все пойму с ногой я справлюсь но ни одно лекарство в англии не сможет его заткнуть я не творю чудеса так а можно эту ходу с меня снять чуть-то такое она типа она и не надета а как убрать ты не он не убирает ладно ладно как хочешь а чё сделать-то а поговорить с этим полудурком а как они то есть на том берегу живут а данный на этом берегу живут саксы так что ли интересно хороший конец дня с добрыми элем и славными друзьями где-то тут друзей нашел эйвор вот ты где теодор ты вовремя мы с Гвилемом поспорили кто сможет больше выпить садись парнишка долго не протянет дай мне чашу мне тоже ааа я не люблю эту херню Гвилем у тебя многовато шрамов для раба божьего не каждый мужчина с танзурой родился в аббатстве я пришел к богу когда уже запятнал душу грехом за теплый очаг и влажные глаза подчас пьянство возвращает человеку здравомыслие сколь а не надо да а ну я думал ну это типа на скорость пить слава тебе господи а нет ну сука да иди нахуй да иди нахуй я видел младенца да отстань блять бред какой то не тяни да прекращай ёб твою мать бред какой то ты же зеленеешь да пошел ты на ноги пролилось да я победил говнище какое молодец теодор аж на душе полегчало выпьем еще за новых и старых друзей а он кто его сын получается теодор этот ты самый беззаботный в чем же твой секрет его нет просто скоро я уйду в мир иной вместе со своими заботами выпьем же за мою жизнь и смерть смерть? меня короля урожая принесут в жертву на костре как элдермина симкина до меня как всех кто был до него ужасный обычай жертвы после плохого урожая будто боги насытившись помогут им ну да бред какой то благородно это тупо бессмысленно это бессмысленно твои люди любят тебя не стоит расставаться с жизнью их любовь ослабнет если я отступлюсь лучше умру в огне чем помешаю жить своей родине выпьем за элдермана кинона веселого и щедрого будьте верны ему пока не заберет его смерть спасибо друзья за моего преемника теодора да будет он достоин рогов преемник он кто тебе он родственник или просто как бы ну преемник что это вода я как тор когда тут осушал моря взгляд ясен рука сильно вы его слышали нужно что покрепче это лучше любой настойки славно покажите мне чудесные видения и заставьте пожалеть об этом на утро а какой мерзкий вкус но пьянит славно эй вор давай на чистоту я стерплю я вел себя мерзко не отрицаем и хочу извиниться за это мерзость не некуда да сладко говоришь язычник я жарче яростного пламени но могу быть милее мягкого ветерка неужели что за пиздец иди нахуй ну что вот это вот за наклонность вот блять омерзительно в натуре ну как ну что это ой бля я промолчу знаешь это не твой путь ааа думаю мы будем друзьями свадьба гуннера и бригитты свяжут наши кланы но и мы можем заключить союз ааа да мой первый союз как элдермена согласен принесем клятву только как да величайшую клятву о величайшем союзе за союз союз величайший хехехе 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 хехе 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 да ты иди прямо хехехе девчонки что гонит людей домой глупые сказки для малышни думаешь это бывает только в сказках может я слишком строг тому во что сам отчасти верю и порой говорю глупости пойду помочусь великая тьма гонит звезды по небу со вспышками цвета и света пиздец какой-то ну и чё можно эту волосатую хрень снять она меня раздражает пиздец да чуть-чуть не дошел на не дополз что было прошлой ночью все еще действует что-то руки в крови меня кто-то подставить хочет походу убиты ножом ты снимешь эту хрень или одна как мама блять зависла что ли это хуйня зависла скрыть снаряжение нажимаю она все равно висит бред какой-то и зависла или чё сосуд разбит и залит кровью может им кого-то ударили кровь может теудора если его тащили грязные следы здесь явно кто-то прятался да меня по любому подставить хотят сумка гвелема интересно осталось ли там что покрепче но почему она здесь прихвачу с собой так что все это значит убийцы прятались здесь и ждали пока мы подойдем поближе потом они застали врасплох и убили стражей ударили теудора и утащили его теперь ясно откуда здесь все кроме сумки гвелема и едва стою на ногах после на стойке гвелема может матушка модерн поймет что в сумке может гвелем это как бы как бы меня подставить хочет значит кровь пятнает и твое оружие и нашу землю кинон постой ты еще не все увидел позволь мне доказать свою невиновность предупреждал меня гостях язычниках и теперь поплатился жизнью с его смертью глостер лишился элдермена око за око твой клан ворона лишится вождя что ебануты чужить надоело а но теперь меня тут еще и разыскивать заебись так надеть и мадрон и поговорите с ней меня мяча все еще плющить элдермена мне нужно скрыться капюшон откуда за на день наверно чудовая следующей серии как бы не ну я хер его знает нас по-любому поставили то сто процентов просто кто это сделал может даже этот и как бы ну как бы как бы что за хуйня ну либо вот этот здоровяк монах который качок такой прям либо сам этот урон но хотя там видишь там было же показано что кого-то там по башке вазы ударили и утащили хер его знает а может и сам этот придурок рогатый который сейчас элдерман который типа прям пиздец какой хороший ладно короче разберемся следующей серии подписывайтесь на канал на паблик ссылки в описании комментируйте ставьте лайки и увидимся в следующей серии всем спасибо всем пока а